Часик у радости, Верслада Хиганы, и сегодня Денчик. Вот здесь Денчик в маске Александра, с лицом Александра. Да, потому что раньше же была анонимус моя маска, да, а теперь, короче, всякие пёзды бреют подмышки вот этим вот человекообразным существам. Ну, в общем, зашкварится неохота просто, и всё. Хорошо, дорогие друзья, что мы сегодня будем делать? Александр, поприветствую наших телезрителей. Здорово. Здорово, пизда, у коровы. И сегодня, и сегодня мы, а вы даже не представляете, что мы сегодня будем обозревать сухарики. Три корочки, три корочки, в рот меня чекпы, корешовые, драгоценные, штырлы-пырлы, шарманирлы, вот такие пироги с картошкой, конотоп по-русски. Вот что мы хотели сказать. Так, смотрите, Хиганы, три корочки сухарики, где мне? Какой ты последний раз ел в сухарике три корочки? В году 2000, хотя, что это? Они сейчас продаются активно. Это где-то, это по счастливой случайности. Они не продаются активно, я их уже сто лет. Только, ну, не полез, если что, просто можешь даже намекнуть там где-то. Ну, похуй, ладно. Я ошибаюсь, конечно. Хорошо, продают и продают, но в каком, в каком месте, в каких, точнее, в каком году ты употреблял сухарики? Ладно, где-то в году 2008, возможно, 2009, 2010. В 2008, 2009, и с чем ты их употреблял? Смотри, сегодня у нас есть сухарики три корочки с холодцом и хреном и с беконом, с беконом. Так, с чем ты употреблял день? С чем употреблял, употреблял? В основном, да, с холодцом и хреном покупались чаще всего. А почему именно с этими вкусами? Ну, потому что, блядь, теперь понимаем, что он вечно в глазах упал. Ну, потому что он, там такой вот яркий выраженный чесночный вкус, там, правда, и холодцом и не пахнет, там, какими-то... Ну, там куски холодца будет? Да, должны быть именно куски холодца, вот такие вот, как это, как же он называется, блядь? Желатин? Студень, студень, сука, вот, вот он должен быть, на самом деле. В основном, ну, это самый такой ярко выраженный аромат трехкорочкой. Хорошо, с чего, с какого вкуса мы начнем? Ну, давай, с него же и начнем. В холодец кипит. А еще по сирам, там, без сир. А, с семгой сир были, да, шашель, там, зелень, сметанная, это же ржаные, да? Наверное, ржаные, да, сухарики со вкусом холодца. С ржих? Да, да, запах. Ох, блядь, чем пахнет так, такой резкий, резкий такой запах, Александр, а ну, занихни. Руки не отмоешь еще полторы недели. Это, кстати, да, ну, надень, начинай. Блин, у меня аж язык обжегся. О, Александр, замочи, на, держи. Ну, у меня аж язык, знаете, действительно, даже отдало. Да, как, блядь, волосы везде. Вот, слушайте, слушайте, хруст какой, да? Смотрю. Знаешь, вкус, знаешь, он мне напомнил, как мы сидели, вот я в Москвиче, и дроч... Не, это не то. Это не та история, да. И пили, и пили пиво, кстати, хиканы, только Зош на крестах, да, раньше, кто не знает, я вел неправильный образ жизни, мы пили пиво, и потом... Мицне, по литруше, возьмем себе, по вот такой вот пачечке сухарика. Да, и мы пили пиво, и потом мы вышли, рядом, Александр сел возле Дениса двора, и он сел, и как, как, какой диалог тогда между нами состоялся? Шашель, с тобой всё в порядке? Он говорит, да, и через левое, через правое плечо, он так вот... Не пейте мицное пиво, мицное, это крепкое. А потом Шашель оправдался, что та, ну типа, было теплое, по-моему, да, так он говорил? Да, но теплое было. Ну да, он Стругацкого запустил моднейшим образом. Сухарики... Если бы оно было холодное, я не Струга. Ну, естественно. Сухарики мне напоминают вкус детства, вкус пива, вкус разврата, вкус развратных малолеток, понимаете, хиганы, раньше, как бы вам так сказать, раньше девушки, ну, по крайней мере, в моих каких-то компаниях, в моих кругах могли отдаться и за сухарики, и за бутылочку портвейна, и, как я уже где-то упоминал, за два значка при мне в 2008 году действительно эмочка отдалась за два значка, по-моему, с Tokyo Hotel, ну, я не помню, с чем точно, но можно было легко уломать, это сейчас, я не знаю, хиганы, напишите в комментариях, за что сейчас отдаются женщины, ну, конечно же, за сухарики, но раньше, да что, мы помним, вот с моим коржем, ну, ты знаешь, с каким, вот, приходим там к подруге, хуяк-хуяк, все, поставим там бутылочку наливочки пивчанского полирнуть, ну, и потом, ну, неважно, потом по жопе долотом, так вот, давай, Деня, подведем итог, значит, первого, первого нашего тест-драйва, что ты можешь сказать по поводу сухарики-три корочки, холодец с хреном, ржаные сухарики, да, что можешь сказать, твой комментарий? Класс, вкусняцко! Кле? Кле! А у тебя какие воспоминания, какие эти реминесценции? Ну, как шашель вот блевал, кто-то в первое жарим, ну, и все, что, они постоянно жрались в любых случаях, в любых ситуациях. Да, с пивчанским, так, теперь сухарики-три корочки с беконом, сейчас откроем, так, ну, Деня, давай, наверное, ты первый начинай, чем пахнут? Пахнут, хуяк-хуяк, орехами, если честно, как по мне. Не, блин, а чем же они пахнут, не орехами? Мускатным орехом, мне кажется. Какими-то говеными приправами, какими-то. На, попробуй, Александр, что-то, что-то пишет, что-то пишет, что-то пишет, на, на, что-то пишет, ну, всем, если что, отравлют, то мы умрем. О, да. Ну, тут смотри, у сухарика-три корочки с беконом вкус не такой ярко выраженный, то есть холодец и хрен, вы берете, допустим, одно, это один сухарик, засовываете себе в рот, все, пиздец, у вас там ядерный взрыв. Тут, ну, сейчас, ну, вроде, да, солененький вкус, приятный такой, нежный, деликатный, но они пожадничали со специями, или с этим, глутаматом натрия, или с чем, что они там добавляют. Ну, довольно-таки вкусные. Знаешь, я вот всегда вспоминаю, эти сухарики какие были там, бим-бим, которых сейчас нет. Какие еще были сухарики? Флинт. Они есть сейчас, Флинт. Ну, я просто не любитель, я уже уж не пью. Флинтские. Вот это были вкусные сухарики. О, что-то я не помню. Ты что, клинтские? Не помню, вот кириешки, помню, там были. Были, но клинтские самые вкусные были, тоже ржаные. Еще какие-то были, я вот не помню. И знаешь, что я сейчас вспомнил? Как-то мы пили водку, очень сильно, наверное, в лет 13. И закусывали, я вас призываю, только зош на креста. И знаешь, что мы закусывали? Тогда шашель был этими орешками казацкая развага. И шашель... С макинкой беконовой. Ну, я не помню, не помню точно, какая. И шашель приходит на утро и говорит, на, понюхай мои пальцы. Я нюхаю, они у нее пахнут там курицей какой-то. Ну, в смысле... Они не отмывали, знаешь, вот как у зэков от этого, от табака тут не отмывается. Вот так же у Александра. И, короче, сейчас, подожди, подожди, подожди. А, и мне тоже вспоминается, я уже рассказывал, как тот человек, который мы обсуждали на медне, мы идем с ним. Ну, сережка, чего уж тут, чего скрывать, все равно же никто не узнает. Вот, мы идем, и там мы с подругами якшались в, как она называется, в посадке. И он, походу, ну, руки змеи там было, он мне дает руки нюхать. На, понюхай, чем пахнет. Ебать. Ну, я ж понюхаю. Ты же знаешь эту историю. Нет, я не знал это? Да. Нихуя себе выдаюсь. Я говорю, ну, чем, не знаю, ведь руками пахнет. Он говорит, пахнет пиздой. Ну, он просто руки... Ну, ладно, неважно, хиканэ, это такие паскудные истории. Жизнь паскудница. Вот. Не знаю, хиканэ, дорогие мои друзья, на мой взгляд... Ой, пардон, муа. Так вот, на мой взгляд, сухарики-прикорочки, это вершина... Это айсберг. Айсберг всего искусства изготовления, приготовления сухарей. На мой взгляд, это самые вкусные сухарики вообще за всю историю, которую я ел. Ты можешь, Шмелли, вспомнить какие-нибудь другие моднейшие сухарики, которые превзойдут сухарики-трикорочки. Ну, вот вспомни, так, я только помню, вот, бим-бим, они такие, ну, честно говоря, были. Так, бим-бим, они дерьмо были. Да, ну, вспомни, которым там пиво или водку закусывали, или какую-нибудь наливку, или вино домашнее. Вот я не помню, по-моему, это были все-таки флинт, и туда вкладывали соус, помнишь? Было, было, точно помню. Вот они были шикардос, колинзы, вот, трикорочки рядом не стояли. Ну, не знаю, шмелли, я помню, а была такая ванночка, ванночка белая. Ну, такой судочек, как в Макдаке дают, когда ты заказываешь себе какой-нибудь соус, вот такого вот плана. А в ней было, по-моему, где была горчица? Помнишь, вот где-то горчица вот тоже была? Что-то вот, то ли холодец с хреном, то ли какая-то курица, что-то там, или мясное, не помню конкретно, но было вкусно, писядь, особенно с пивом. А пиво мы пили, знаешь, какое-то, ты помнишь, Верней? Ну, мы много пива пили. Офигеннейшее пиво рисовое было. Компай? Компай, да. Рогань? Рогань, да, рогань. О, да. Возможно, ну, компай, короче. Вот оно было шикарно. Это был какой-то там, 2004-2005 где-то так. Да, а потом, когда наш общий знакомый начал работать, и он нам покупал Браму, пиво Брама, помнишь? Помню, да, было, да, было. Это когда у меня деньги появлялись. Да, да, оно тоже было офигенно. И еще мы в основном пили Белую ночь, вот. Это, помню, было, да, неплохое пиво. Чернобыльское. Неплохое. Блин, сарматин. Ой, фу, блядь, нет, ребята, все, только ЗОЖ на крестах, еще раз призываю. Это просто дурацкие аллюзии, воспоминания, которые, ну, они очень вредные, они очень плохие, ни в коем случае так не делайте, ведите ЗОЖ на крестах. Вот, будете такие же умные, образованные, богатые, знаменитые, всем нужные люди, такие, как мы с Денчиком, с Александром, ну, я, естественно, ваш Хиканнамбован и бабуля. Вот, что мы хотели сказать. Это был краткий обзор сухариков «Три корочки» с креном, с холодцом, с беконом. Я считаю, что это действительно вершина творчества и мастерства изготовителей. Я ставлю сухарикам «Три корочки», 10 из 10, даже 10,5, 11 из 10, потому что это, знаешь, это как мивина. Это вкус детства, это теплые воспоминания, это пиво, это развлечения, это гормоны, это развратные продажные женщины. Вот, что для меня такое сухарики «Три корочки». Александр, Александр, что ты можешь добавить? Так хрену. Сколько ты ставишь? Так хрену, ну, и что ты можешь, ничего не говорить, шмелет. Какую оценку ставишь? 10 из 10. Почему? Ну, потому что. Потому что мы дрочили у тебя в москвиче. Ну, да. Сухарей поели и вот этими приправными руками дрочили. Вот такие ощущения. Особенно, когда под шкуру попадают. Ребята, если вам понравилось, то ставьте классы. Подписывайтесь на наш канал, донайте нас бабули на вещь пакет, заказывайте рекламу Сигн.